2 сентября в игре с командой Агрокомплекс из Краснодарского края Металлург одержал уверенную победу. Хорошие результаты показывали молодые игроки, а костяк Видновского клуба Владимир Сосницкий и Иван Крештопа отправили в ворота противника по три мяча. Итог встречи 8-0 в пользу Металлурга. Я, конечно, ожидал большего от Агрокомплекса, потому что команда, в общем-то, с опытом и, видимо, тоже готова, заняла третье место. Я думал, она все-таки окажется против Ленина. Или они плохо играли, или мы очень хорошо играли, поэтому все первая игра прошла достойно. Только к следующему матчу удача снова отвернулась от Металлурга. Игра с местным Колосом опять выдалась не из простых, приняв во внимание все ошибки предыдущего поражения с ипатовцами. В этот раз Металлург был настроен на победу. Во втором периоде Видновчане ввели 4-1. Ох ты, Иван Крешов, какой рикошет! И влетает в дальний угол 4-1. Да, сегодня Металлург показывает очень хорошую игру. Однако к концу встречи противнику удалось сравнять счет. Мы играли в меньшинстве в конце четвертого периода. Владимир Сосинский подъехал и начал выяснять ненужный момент такой с судьями. Так встреча заканчивается ничьей. 4-4 и в дополнительном времени, когда на улице уже было темно, а стадион не освещается, и патовцы забивают ворота Металлурга решающий гол. Но и здесь Видновчанам удается отыграться. Однако судья не засчитывает мяч. Говорят, что мы заехали на линию, хотя на повторе видно, что Иван Перештопа все четко с розыгрыша, с домашней заготовки забиваем гол. Все, заканчивается игра. 5-4, мы 4-5 для нас. Ну, мы проиграли. Впереди у Металлурга еще два матча с Колосом и столько же с Агрокомплексом. Сейчас спортсмены уже находятся в Краснодарском крае. Здесь они играют 7 и 8 сентября. Проигрывать больше нельзя. Результаты повлияют на финал чемпионата России по мотоболу. Видно, что они это прекрасно понимают, несмотря на многочисленные травмы у игроков. Настроены они решительно. Юлия Погаси, Екатерина Давлятова. Видно этого.